добрый день мои дорогие любители вязания сегодня мы с вами продолжаем вязать наш многослойный цветок в первой части видео мы связали с вами вот эту часть теперь мы свяжем сегодня с вами вот данном варианте то розовую белую а в нашем варианте это будет более темная нитка для этого я набираю вяжу первую петлю и 3 воздушных петли 1 2 3 замыкаю это в кольцо и я сейчас в это кольцо вяжу сначала 3 петли подъема 1 2 3 и в это кольцо у меня сейчас поместится 10 столбиков с одним накидом 10 столбиков связали и замкнули круг соединительным соединительной петлей теперь по правилам круга мы с вами будем вязать в каждой петле в каждой петле по дополнительному столбику без накида то есть сейчас я смотрите перехожу столбик без накида 1 и в эту же петлю провязываю второй столбик то есть если у нас было 10 значит сейчас у нас с вами должно стать 20 столбиков но в этом варианте я уже провязываю столбики без накида 2 круг замкнули в кольцо теперь мы с вами можем примерить в моем варианте мне еще можно провязать один ряд вы же смотрите потому какой у вас цвету больше меньше то есть если мы с вами переходим на третий ряд опять-таки теперь мы в каждой третьей петли вот одна петля вторая петля и третьей петли мы с вами сделаем по 2 столбика без накида и так по кругу и так мы ряд замкнули провязали теперь мы провяжем с вами один ряд без добавлений то есть столько петель сколько есть мы и провяжем когда мы связали вот с вами очередной ряд вы видите что у нас немножко как бы наш круг начал немного подниматься вверх если мы вот сюда его сейчас приложим да то у нас как бы серединка будет немножко подниматься вверх для а дальше ему что с вами сделаем я фиксируюсь вот в очередном в очередной петле и вяжу 3 воздушных петли 1 2 3 и в эту же точку я сейчас провяжу 5 можно 6 столбиков с одним накидом то у нас 34 итак мы связали с вами 5 столбиков теперь на основании просчитываем 2 петли 1 2 и во вторую петлю мы с вами закрепляемся столбиком без накида теперь опять делаем накид и считаем 12 и вот эту петлю мы опять с вяжем 5 столбиков с одним накидом 2 3 4 5 опять читаем 12 во вторую ну или в третью петлю можете посмотреть по своему вязанию видите у нас постепенно идет как бы лепестки нашей серединке и так я связала вот серединку но у меня получилось не 6 опять в принципе если хотите вы можете просто сесть и просчитать сколько нужно с центра для того чтобы перейти вот на необходимое количество ваших лепесточков это я думаю это не столь важно теперь мы с вами обрываем нитку и закрепляем остается у нас серединка беленькая но тут у нас может быть несколько вариантов мы можем с вами смотрите пришить какие-то бисерины бусины и уже будет есть уже оформление но мы сейчас с вами еще свяжем вот эту беленькую серединку и так для серединки мы с вами берем нить и вяжем цепочку примеру из 25 воздушных петель петли готовы теперь мы с вами вяжем 3 воздушные петли и от последней нашей петли через одно мы с вами вяжем на основании закрепляемся столбиком без накида опять три петли 1 2 3 и через одну петлю мы с вами опять соединяемся столбиком так мы сделаем с вами до конца ряда такие вот арочки из трех воздушных петлей обвязали теперь мы с вами поворачиваем вязание и начинаем обязывать эти арочки я предлагаю первых там две-три арочки обвязать просто полустолбиками без накида и закрепляться вот в этой центральной там где мы с вами вязали присоединялись к основанию и переходить на следующую арку у нас будет как бы такие вот волны 3 петли и четвертую я соединяюсь вниз допустим 2 3 до далее мы можем с вами перейти на арки и вязать их полустолбики с накидом то есть мы их немножко как бы увеличиваем высоту нашей обвязки и точно также фиксируемся вот в точке где мы соединяли с основанием 5 мы с вами вяжем полустолбики с накидом 3 и опять фиксируемся в основании далее мы с вами можем арки обвязывать столбиками с одним накидом то есть мы увеличили высоту нашей серединке здесь мы можем сделать допустим не 3 а 4 она будет немножко по плотнее и столбиком можно соединиться без накида опять накид и провязать следующую арочку опять-таки это мы можем сделать с вами две-три арки можете посмотреть по своим ощущениям сколько как бы вам хотелось бы видеть и следующий вот у меня еще осталось несколько арок я их обвяжу допустим столбиками уже с двумя накидами то есть он уже будет еще выше у меня наша обвязка до ошиблась два столбика мы провязываем 1 2 3 опять 2 накида 1 2 и 3 видите у нас постепенно наши арки становится все выше выше и выше и так смотрите я вот обвязала наши все арки у меня здесь вот вначале были они маленькие потом все выше и выше если мы с вами сейчас возьмем и вот закрутим вокруг видите вот у нас получился такой как бы своеобразный цветок и одновременно серединка у нас с вами есть две нитки вот наша с вами серединка которая была связана мы можем вот сейчас ее сюда пришить видите вот мы уже пришиваем как бы в цветок наш постепенно раскрывается и пришиваем ну здесь мне уже мешают все наши мои нитки и я теперь пришиваю его вот к центру пришить не доставили составляет никакого труда у вас есть одни хвостики у вас есть другие хвостики вы можете продумать какой оставить длиннее какой короче можете все попрятать в дети отдельно какого-то цвета нитку и просто взять пришить и в результате мы с вами получим вот как по основу серединку и вот сам центр подбор ниток конечно все зависит от вас от вашего изделия которые вы хотите применить допустим этот цветок вот пожалуй все что я хотела вам показать как мы с вами вяжем наш цветок отдельности по частям понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а я желаю вам творческих успехов и до новых встреч